Беговая программа на 3 ноября не сулила ничего интересного. 10 заездов по 6-7 лошадей. Однако немногочисленные зрители увидели борьбу за победу до последнего метра дистанции в большинстве заездов. Первый заезд прошел спокойно. Дуглас, Антон Дурнопьянов еще до старта далеко убежал от соперников и, сбросив 15 секунд, уверенно победил. Во втором заезде всю дистанцию лидировали, меняясь местами Валькирия Лок, Сучков и Радость, Улыгин. Борьба не прекращалась до самого финиша, где Радость все же опередила соперницу. Хорошей третьей осталась Павелико Лок, Анна Рахманина. Водинарика и в цент 40. В тройном экспрессе котел. В третьем заезде поначалу вперед вышла Калибрия Чифранов. В первой половине дистанции она бежала впереди с большим отрывом. Но постепенно Сингапур Игорь Исаев, который на этот раз обошелся без сбоя, приблизился к лидеру и как-то очень легко вышел вперед. Сингапур победил, Калибрия вторая. Фаворит четвертого заезда Связка Чифранова хорошо приняла, но уйти со старта в отрыв не удалось. Рядом с ней держалась Помпея Кантри, Федоренков, а с небольшим просветом сзади Везувий Лок, Сучков. Без изменения лошади вышли на финишную прямую. Здесь Помпея Кантри, как всегда, привстала, а Везувий Лок, тоже как всегда, сделала мощный финишный бросок. Связка не устояла и проиграла голову. Эта борьба могла бы стать украшением любого бегового дня. Но в это воскресенье наездники подарили зрителям еще несколько таких же бескомпромиссных финишей. Уже в следующем заезде Сергей Матвеев на рекордистской белизне вышел на финишную прямую, намного опережая изразца Сучков. Казалось бы, все ясно, но Вячеслав решил повторить подвиг предыдущего заезда. Разогнал своего орловца и чуть было не победил. Вздох облегчения прошел по трибунам. В кассах на первое место играли только белизну. Далее Петров на гранте без проблем финишировал первым. В седьмом заезде фаворитом игрался Алмазный, недавно привезенный из Казани и имевший скромный рекорд. Ехал на нем Барыгин и, собственно, в его победе особых сомнений не было. Лучшее время в этом заезде имел агент Михайлович. Он и боролся всю дистанцию с Алмазным, но у столба уступил. Самая громкая сенсация произошла в восьмом заезде. Петров снова ехал на фаворите. На этот раз на Рубине Дид, который все лето успешно выступал в самых сильных компаниях. Были сомнения, сможет ли Рубин нормально принять старт. На этот раз все прошло гладко, и Рубин со старта вышел вперед и побежал побеждать. В этом заезде участвовал диамант Юрий Ребин, который в последнее время одержал несколько побед, но в довольно слабых компаниях. Предположить, что он будет на равных бороться с Рубином, большинство из натаков не могли. Однако это произошло. Всю финишную прямую шла упорнейшая борьба между Рубином Дид и Диамантом. В самый столб победил Репинский жеребец. Очень похоже, что у Диаманта хорошие шансы, если не на победу, то на платное место в дерби. Девятый заезд и снова победитель определился у самого столба. На этот раз боролись Александр Несяев на Супер Лизе Стар и Юлия Трапышевская на Олимпии. Олимпия блестяще прошла дистанцию и выиграла полголовы. Такое впечатление, что у этой кобылы есть еще значительный запас. Наконец, в 10 заезде Вадим Кулыгин одержал свою вторую победу в этот день. На этот раз на двухлетнем Орловце-Известопаде. Здесь обошлось без приключений, и победитель был понятен задолго до финиша. Ждем продолжение 10 ноября.